Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Как вы, наверное, знаете, я уже неоднократно публиковал на своем канале видео, посвященное тому, что некие мошенники обзванивают инвесторов Агам, Квестер Уорлд и предлагают вернуть деньги. Вот, например, в январе, еще 8 января, то есть полгода назад, я делал видео под названием «Возврат денег из Квестера. Реально или развод?». И буквально сегодня пользователь Жанна Гордиенко написала «Здравствуйте, я лох». Жанна написала достаточно подробный комментарий, я его прочитаю полностью. Но сейчас давайте посмотрим другие комментарии. Например, «А кто ты?» написала «Мне только что позвонили, я сказала, что подумаю, начала искать». Слава богу, не попалось. Но вот опять же, ребята, прежде чем делать какие-то действия, кому-то отсылать деньги, конечно, всегда правильную информацию перепроверять. Но вот «А кто ты?» сделала правильно, поискала, наткнулась, по всей видимости, на мой канал, на мое видео и никому ничего не стала посылать. «Черный Джо. Даже не знаю, что сказать, как можно быть настолько доверчивым». «Нурбол. Дай бог возвращения нашей деньги». Ну, «Нурбол. Вы сами прекрасно знаете, что инвесторы уже три года ждут. Три года ждут и все надеются, что когда-нибудь прилетит волшебник в голубом вертолете, какой-то китаец, который все вернет, как было, компанию воскресит и всем все заплатит. Но вот три года уже прошло, и что-то волшебник на голубом вертолете все никак не летит. Спасибо вам большое. Почаще такие видео выпускаете про этих гадов. Опять позвонили с такого-то номера, сказала им, буду обращаться в полицию. Надоели уж. Ну, это один из способов, да. Если мошенники видят, что вы на их слова, на их уговоры не ведетесь, естественно, они от вас отстают. Дана пишет. «Спасибо за ваше видео. Тоже звонила Ира из Москвы, гендиректор Яновский. Сказала скинуть 270 евро, и они мне мои деньги из квестра вернут 5000 евро. Хорошо, что перед тем, как скидывать, начала в интернете все пробивать». Ну, опять-таки, Дана, это был комментарий три месяца назад. То есть, опять-таки, все сделали правильно. Прежде чем кому-то что-то посылать, проверяете информацию. Это правильно и грамотно. «Ольга». «Да, слушаю, поражаюсь. Мне много раз звонили, но я конкретно посылала и блокирую номера. Все отстали. Люди, люди, люди. Ну, как же можно верить такому бреду о выводе?» Ну, согласен. Ольга пишет. «Соскучилась за кофеварами. Как хотелось бы их всех видеть, но только не на свободе. Сколько морочили головы людям, а теперь прижухли и сидят тихо». Ну, как вы знаете, была информация, что Ольга Клейнарт якобы арестована. Хотя пока я никакого официального подтверждения этому не видел. Если где-то на официальном сайте суда будет опубликован какой-то документ об этом, конечно, я тоже сделаю об этом видео, потому что, например, по аресту четверых лидеров в Казахстане, как мы знаем, да, есть официальный приговор суда, который уже опубликован и при желании можно его скачать. Так, ну тут Майк комментирует что-то из моего видео. «Даже третиклассник с двойкой по-русскому может слабать сайт, а корпорация номер один в мире не в состоянии». Ну, да, ребята, это опять-таки к вопросу, помните, как все радовались, что вот весной 2018 года компания выиграла суд, деньги разморожены, да, ну и хочется спросить, ну хорошо, разморожены, где выплаты? То есть два с лишним года прошло с момента разморозки, почему выплат нет? Ни доллара, ни цента, ничего, даже сайта нет нормального, да? Так, вот Гульжан написала, шесть дней назад, то есть, в общем-то, недавно, да, сегодня мне тоже звонили и заверили, только я не повелась, ну и правильно сделали. Ольга Колесова. «Мне звонили два раза с Москвы, якобы, я их послала на китайскую гору, спросила, какая у меня там сумма, они не знают». Да, вот опять же, ребята, это тоже показатель, да, то есть, если они действительно представляют интересы инвесторов, ну, я имею в виду вот эти мошенники, они должны знать, сколько же у вас денег в кабинете. Они же утверждают, что у них там есть финансовый отдел, они располагают всеми данными, правильно? Ну, так если они располагают всеми данными, у них должна быть вся информация, у кого какие пакеты, сколько денег в кабинете и так далее. Они на самом деле не знают, то есть, они знают только контактные данные и имена инвесторов, по всей видимости. И, кстати сказать, если вы задумаетесь, откуда у них эти данные, то, скорее всего, как раз организаторы-квестеры, те самые лохотронщики, им и продали. То есть, это тоже такая распространенная тема, когда закрывается какой-то хайп, какая-то пирамида, то, в общем-то, ее организаторы хотят заработать какую-то копеечку дополнительно и продают базу данных инвесторов именно каким-то другим мошенникам. И эти мошенники начинают инвесторов обрабатывать. Кто-то поведется, кто-то не поведется. Ну, как говорится, вот из комментариев вы увидите, что все-таки некоторые ведутся. Ну, естественно, когда мы имеем дело с подобными проектами, хайпами, конечно, никаких кредитных денег лучше не вкладывать. И да, бывают такие случаи, что человек там взял кредит, успел прокрутить, потому что даже хайп, даже пирамида живет какое-то время. И если человек успевает заскочить в начале, да, он успевает там прокрутить и получить с прибылью. Но таких счастливчиков, можно сказать, относительно небольшой процент. А многие, послушав таких историй, хотят повторить, закидывают. И, как вы, наверное, знаете, многие заходили в квестру буквально за несколько дней до прекращения выплат. Поэтому это, получается, игра в рулетку, да. Взять кредит, пойти в казино, поставить все деньги там на эту рулетку и надеяться, что оно получится и прокатит. Да, ну, у многих не прокатывает. Вот-вот, про позитив здорово. Думайте о хорошем и хорошее придет. Да фиг там, не думай, не думай, а вот и ныне там. А, думай, не думай, а вот и ныне там. Андрей, ты молодец, всегда правду говоришь. Это написала Оля. Ну, да, это, ребята, к тому вопросу, что, как я часто повторяю, как некоторые говорят, надо мыслить позитивно. Ну, да, надо позитивно. Только в случае с хайпами что-то этот позитив никак не помогает. Я что-то не помню ни одного хайпа, ни одной пирамиды, которая закрылась, и все инвесторы так напряглись, начали мыслить позитивно, и этот хайп воскрес. Помните хоть один пример? Кэшбери, кто там еще, Альфа Кэш, там, ну, про МММ я уже даже молчу, да? То есть, не помню таких примеров, да? Примеры рестартов были, но, извините, рестарт, как в том же МММ. Закрылся МММ 2011, все рухнуло, выплат нет, Сергей Мавроди запускает МММ 2012. Через некоторое время 2012 также закрывается, все обязательства обнуляются, запускается там МММ 2013, ну и так далее. То есть, по сути, это не воскрешение, а это рестарт. То есть, все предыдущие обязательства, мы от них отказываемся, мы никому ничего не должны, начинаем с нуля. То есть, это, по сути, каждый раз запускаем новый хайп, новую пирамиду. Вот и все. Так, Таныш пишет. Мне тоже звонят, просят 200 долларов. Хорошо, что я не отправила, спасибо вам за информацию. Это был комментарий 4 месяца назад. Да, хорошо, Таныш, что ничего не отправили. Так, новый ник, жесть. Так, вот. И это месяц назад, кстати, Татьяна Анатольевна. И мне сегодня написала Коза Дереза, дай бог ей здоровья, телефон такой-то, Коричникова Каролина. Это те же, что нас ограбили, откуда они взяли мой телефон с того сайта. Ну, я повторю, что это могут быть совершенно другие мошенники, которые не имеют отношения именно к организаторам квестра. Возможно, они просто купили базу данных, где перечислены все имена инвесторов и их контактные данные. Эти мошенники просто сейчас инвесторов обрабатывают. Так, Галия. Добрый вечер, а мне звонили с Мальдивы. Ну, поздравляю. Так, Оля. Да, Андрей, людей обманывают, они все равно верят. Не понимаю таких людей. Я сама попала в эту долбанную квестру, вложила и вообще ничего не вернула. Жаль деньги, кредит, плачу и плачу и больше не верю про квестру. Так, Валиджон. Валиджон. Мне звонили с номера такого-то, я ему ответил, что из интернета знаю о мошенниках. Спасибо вам, товарищ Жариков. На здоровье, Валиджон. Бесплатный сыр только в мышеловке. Гульжан пишет. Казахстан. Лучшие по жизни посадить воры наши денег не будет. Они на где-то скрывали после тюрьмы, забирают миллиард долларов. Ну, не очень понятно, что хотел сказать. Посадить воры наши денег не будет. А, по жизни, это, наверное, лучше на пожизненное посадить, посадить воров. Они на где-то скрывали. Окей. Казахстан, Атаным. Меня тоже звонили, Ирина имя. Ну, по всей видимости, звонила женщина по имени Ирина. Так, Алексей пишет. Вот четырех организаторов уже посадили от 8 до 10 лет. Может, кому-то станет легче. Но Крымова вроде бы нет. Ну, в Казахстане, да, как мы знаем, четверых лидеров Квестра Ворлд им дали сроки от 8 до 10 лет. Причем они подавали апелляцию. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Так, Витус Джет. С МММ тоже так было. Звонили, предлагали помочь вывести деньги наивные. Сколько дебила в стране? С Москва-Сити вообще отдельная тема. Это просто построили кластер зданий для отмывания денег. Там осиное гнездо, кишмя кишит мошенниками. Сталкивался. Так, Валерий Дубовцев. Сейчас самая крутая тема призм. Ну, это комментарии 5-месячной давности. Как мы знаем, курс призм сейчас достаточно сильно просел за это время. Итак, я обещал, что зачитаю комментарий от Жанны Гордиенко, потому что он свежий, буквально 2 часа назад опубликован. Здравствуйте, я Лох. Попалась я, в общем, на такую утку. Мне позвонили из Asset World Corporation. Очень милый парень, Александр Владимирович, телефон такой-то, сказал, что его фирма занимается возмещением компенсации пострадавшим инвесторам Квестер Ворлд. Что на данный момент, за 3 года, у меня накопилось 4860 евро. Деньги выводятся после оплаты нового портфеля. Вот даже как. Я оказалась в очень тяжелой ситуации. Были нужны деньги. Я понадеялась на чудо и человеческую честность, доброту. Ну, Жанна, после того, как Квестера в итоге всех кинула, и уже 3 года от компании никаких вестей, ни слуху, ни духу, все эти организаторы, которые там вещали со сцены, Гилоберт, Рабала, Андрей Андреевич Абакумов, и все эти зазывалы, которые красиво вещали, где они нет? Где они сейчас? Их никого нет. Все уже разбежались. То есть в итоге 600 тысяч человек были просто кинуты. Поэтому, на мой взгляд, надеяться на чудо и человеческую честность, доброту, ну, мягко говоря, наивно. Сначала нужно было оплатить 270 евро за покупку нового желтого пакета. Мне сказали, что я получу доступ к кабинету. Доступ я не получила. Ну, то есть надо полагать, что Жанна отправила эти самые 270 евро, но, как она пишет, доступ она не получила. Теперь мне сказали, что документы и логин я смогу получить только после выплаты компенсации. Окей. Мой менеджер предложил попросить для меня аморальные компенсации сверх той уже существующей. Я согласилась. То есть, смотрите, ребят. Мошенники, конечно, они хорошие психологи. То есть, если они чувствуют, что человек поддается, потому что, если они звонят человеку, и человек уже в курсе этого развода, который четко и конкретно их посылает в путешествие, то они понимают, что такого человека не разведешь. Но если они чувствуют, что человек внушаемый, если он поддается, то, соответственно, они начинают повышать ставки. То есть, например, видите, мой менеджер предложил попросить для меня аморальные компенсации сверх той уже существующей. Ну да, а что не попросить там 20 миллионов долларов? Ну а что, моральная компенсация, да? То есть, понимаете, повышаются ставки, человеку уже обещают сумму намного больше даже, чем он рассчитывал. И жадность, жадность берет свое. Теперь мне предлагают забрать сумму в 10 160 евро. Но вот только 5% за страхование суммы, якобы банку, и 6% за перевод из банка Гонконга на транзитный счет компании. И сумма эта составляет 812 евро в общем. Я прошу отказаться от моральной компенсации. На что я получаю? Сумма на транзитном счете уже почему-то. И что они не могут менять суммы туда-сюда. Я, как последняя идиотка, покупаюсь дальше и перевожу деньги в 812 евро плюс комиссии еще. 120 евро вроде. Переводы, естественно, все на имена брокеров через Western Union. Ну вот, Жанна сама себя называет как последняя идиотка. Ну, как говорится, я думаю, что вы уже понимаете, да, как сейчас это все выглядит. Печально, конечно, что, опять же, вы все это делали, не проверив информацию. Как я говорю, информация о всех этих разводах уже давным-давно опубликована. На моем канале, в частности. И теперь, наконец, я рассчитываю получить свои деньги, как мой менеджер говорит, что нужно платить еще и конвертацию с гонконгского доллара на евро, 500 евро. Тут меня уже понесло. Я сомневалась всю дорогу от начала, насколько можно. Вот опять же, видите? Жанна, получается, сомнения были с самого начала. Так, Жанна, а кто мешал вам проверить информацию? Я начала, видимо, я начала ругаться с менеджером, финансовым отделом. После чего мне уже начал звонить кто-то сверху. Разговор был максимально хамский. Закончился он примерно так. Знала, не знала, я тут с вами торговаться не собираюсь. Или выплачиваете конвертацию, если, конечно, знаете, что это такое. Или я отзываю все деньги и гуляете. Смотрите, система-то стандартная абсолютно. Сначала вам говорят, называют какую-то небольшую сумму. Там в предыдущих видео я обсуждал 200 долларов, 200 евро. Сейчас они уже стали запрашивать немножко побольше. Там 270. Ну, человек так прикидывает. 270 евро по сравнению с 5000. Вроде как небольшая сумма. Да, человек небольшую сумму отправляет. А дальше ему начинают уже называть более существенную сумму. Там, например, 812. Так? Уже сумма побольше. Но человек думает. Ну, во-первых, во-первых, а вдруг? А вдруг это не развод? А вдруг есть шанс получить эти самые там 4-5 тысяч евро? И плюс человек уже начинает думать. А, ну, зачем же я отправил 270 евро? То есть опять жадность-то включается. Ну, что ж, я их зря отправил, что ли? Ну, ладно. Значит, вдруг получится. Вдруг не развод. Вдруг там белые пушистые ребята, которые действительно мечтают меня благодетельствовать. И высыпать на меня золотой дождь. Понимаете? То есть идет конкретная обработка, конкретный развод. Начиная с маленькой суммы и по увеличению. Вот она отправила уже 812. Да? Потом еще комиссию какую-то пришлось заплатить. А потом еще пошли дополнительные деньги. Ну, то есть, еще раз, вот эти уступки, когда человек соглашается отправить даже небольшую сумму, опять же, для мошенников это показатель, что человек внушаемый, что можно ему хорошенько лапши на уши навешать. И он начинает верить вот в эти сказки. Но здесь, получается, Жанна уже, Жанна поняла, что ее конкретно разводят. Да? И, собственно, ну, насколько я понимаю, она отказалась дальше что-то отправлять. И вот Жанна пишет дальше. Вчера мне начала звонить новая девушка Хусаинова Регина Исламовна. Телефон такой-то из отдела контроля выплат. И началось. Ну, что же вы? Уже тысячу долларов перевели. Дарить банку такие деньги. Только вот я лично банку никакие деньги не переводила. Кризис у всех. Снова будут все на карантине сидеть. Думаю, вам пригодятся 10 тысяч евро. Я искала Asset World Corporation. О них много информации в интернете, как о международной компании с головным офисом в Таиланде, занимающейся менеджментом и недвижимостью. Поэтому верила до последнего. К сожалению, я решила искать пострадавших только когда сама стала таковой. Как бы я хотела вернуть время, деньги, нервы и надежду на лучшее в людях. Не понимаю только, как так можно. Людей доверчивых много, намного больше, чем мы думаем. И ладно, я молодуха. Может быть, человек куда старше и в худшем положении. Суть сей басни такова. Когда звонят и предлагают кучу денег от фонаря, не соглашайся. Также у меня есть пара имен брокеров. Зазыба, Юлия Петровна, Оленик, Артем Николаевич. Ну, брокерами Жанна, по всей видимости, называет как раз тех представителей, на имя которых переводятся деньги. Кстати, перевод осуществляется на имена конкретных физических лиц. И, в принципе, у вас есть все основания обращаться в правоохранительные органы. Потому что, да, я понимаю, что, собственно, скорее всего, это люди, так называемые, дропы. То есть, просто на их имена переводятся деньги. Они могут и не иметь, в принципе, прямого отношения к этим мошенникам, которые вас обрабатывают. Но, во всяком случае, через вот этих людей можно выйти на мошенников, которые всю эту схему прокручивают. Вот такая вот история от Жанны. Печально, что уже опубликовано много материалов на эту тему. Люди продолжают вестись и отправлять мошенников деньги. Поэтому, делитесь этим видео, постарайтесь по максимуму оповестить ваших знакомых, которые участвовали в квестере, чтобы они не велись на этот развод. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.